Ну что же, как и обещал, я вернулся, и сегодня будет модификация Anomaly со сборкой Redux в режиме одной жизни. Это третья серия, если ты не смотрел первые, то посмотри, ссылка на пулист имеется в описании. Не забудь про лайк, а также про подписку на канал с колокольчиком, это очень важно для меня. Ну а я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Хочу порекомендовать вам лучшую онлайн игру про Россию с открытым миром, NextRP. В этой игре тебя ждет все, чего ты давно хотел. Можешь выбрать профессию полицейского или пойти в армию, чтобы следить за порядком. Или устроиться в мэрию, или стать врачом, чтобы помогать людям. Не хочешь работать на дядю, тогда открой свой бизнес и развивай его масштабы, увеличивай прибыль. Не хочешь играть по правилам, закупись опасными стволами, нацепи обвесы и собери команду. Участвуй в PvP режимах, например в королевской битве. Тут вас ждет адреналин и веселье, и конечно приятные награды за победу. Ну а когда накопишь достаточно денег, выбери тачку покруче. Ведь в игре больше 130 реально существующих автомобилей, с возможностью детального тюнинга. И конечно не забудь про любимое хобби, вроде рыбалки и охоты. А также множество работ от грузчика до пилота самолета. В этой игре есть все, о чем ты так давно мечтал. Вводим и промокод, чтобы получить приятные бонусы на старте. И конечно же, скачивай игру по ссылке в описании. Итак, друзья, продолжаем играть в модификацию Anomaly. Сосбой передокс в режиме одной жизни. Время, кстати, уже. Погода ясная, вы чувствуете легкий бриз, дают со стороны, понятно. Погода ясная, уже близится все к полуночи, так скажем. А это значит что? Это значит, что нужно идти, будет сейчас поспать. В скором времени. И думать, куда отправляться дальше. Я думаю, что отправлюсь я на дикую территорию. Так вот прям хорошенько подумал, почему бы нет. И еще было бы неплохо отыгрывать РП за ученого, потому что мы все-таки ученые. Аббарант Голдменов. Надо попробовать поискать аномалии какие-нибудь, поискать там артефакты. Единственное, конечно, минус, что у нас нет контейнеров, но что поделать? Будут, надеюсь. Так, давайте кофейничка бахнем, чтобы побыстрее ходить. И здесь нас ждут мутанты. В каком количестве я понятия не имею. Надеюсь, что с ними я справлюсь очень легко. Так а где они здесь вообще? Че-то я пока никого не вижу. Мутанты, алло, собакины? Нет, реально пока никого что-то не наблюдаю, хотя вот тут... А, ну вот они там бегают, они... Ну куда так далеко-то, ё-моё. Мне что за вами носиться теперь каждый раз? Ну, я что-то вот подхожу и по-прежнему никого не вижу. Ладно, вижу. Ну-ка стоять, котина. Убили, не убили, не знаю, вроде нет. Че-то я пока... Ага, вижу. Да шо ж такое-то, ёптать. Все мимо летит. Да, не видел, конечно. Тихо, тихо, тихо. Да-да-да-да, вроде как, я так понимаю, поэтому... Да что ж такое-то, господи? Я че, давно не играл, что ли? Не получается, мне уже жучить. Отсунулся всем. Все, вот так будет лучше, я думаю. Капец, потратил 8 пуль, никого не убил. Да, на этом все. Больше никаких квестов тут нет. Давай тогда возвращаться. Ну, вернемся через Тасфастреллу. Мне лень что-то бежать. А куда? А, вот сюда. Все, отлично. Погодка, думаю, сейчас уже сменится. Капец я, конечно. Так, извлекаем магазин. Давай все, заряжаем сейчас по-новой. Это, это. Давай сюда. Так, вот так. А, не понял. Ну все, понял. Так, а кому ты должен квест? Тебе. Я выполнил задание. 8 тысяч нам дает. Даже почти 9. Еще работа. Нашивки свободы. Может быть, нашивки-то, кстати, я когда-нибудь и найду. Но вряд ли. А, еще и мрг я дал, кстати. От голода мы не помрем. Хорошо, пошли сейчас тогда вернемся. Поспим. И давайте еще раз подумаем, куда нам надо идти. Почему на дикую? Потому что здесь квест. Раз. Это два. И тут еще дофига аномалий. Вот здесь, вот здесь аномалии эти есть. Хотя дикая территория очень опасное место, я не спорю. На свалке над миллион квестов имеется. Но я думаю, что попозже мы отправимся и туда. А еще вот тут много квестов имеется. Надо вернуться уже, сдать их. Либо пойти выполнить. Поэтому делать нам там есть что. И к тому же на дикой территории я не был. И вроде как мое снаржение меня устраивает вполне себе. Давай до 8 утра дрыхнем. Надеюсь, радиации никакой не было там у нас. Не успели мы схватить. Да, отлично. Нужно провести кого-то на кладбище техники. Но что-то я как-то не знаю. Вести не хочу на кладбище. Так, давайте. Пьем водичку. И еще есть такая идея, как возможно у тебя починиться. Ну-ка, дядька. Даже торговать и затем продать тебе вот эту вот штуку. Продать. Нет, больше ничего продавать не буду. Вот эти вот штучки я хочу у тебя купить. В отдельности, потому что чинить такое занятие 4 тысячи стоит, да? То есть это очень дорого. Вот. А если я сделаю вот так. Допустим. Хоп. И починить. 97 процентов. Отлично. Так, вот так. Все. Чини пока. А еще я бы взял квест, наверное, в баре у бармена. Я там вроде как в предыдущей серии не был. Это раз. Два. Нам нужно еще водку взять вот здесь вот. В большом количестве. Но попозже тогда это возьмемся. И, кстати, мы до конца так и не починили. Наше снаряжение. Так, тут плюс 4. Да не надо, наверное, плюс 4. Давай вот так вот. Сделаем. Ну и все. У нас даже один древнобор останется. Там ученые кота отправились, кстати. Может быть с ними затесаться как-то. Было бы, мне кажется, не лишнее. Так. Так, о, энергетик крепкий. Ну и давайте будем брать квесты. Так, оружие масса в русах я не хочу. Дальше. Нашивка в свободы. 7 штук. Тоже не хочется мне такие квесты брать. Печень и пса. Но если ты никуда не уйдешь, я выполнил, конечно. Но вряд ли. Мне кажется, что ты куда-то уйдешь. А, почтальон? Нет, почтальоном я не хочу быть. Еще водка. Отлично. Так, а больше тут ничего нету. Но энергетик нашли. Так, барменушка, иди-ка сюда, ко мне. Здорово. Работа. Бандиты. Опять на свалке. Клык псевдо собаки. Ну, думаю, найду. Федька леший. Завалить, завалим. Умок мяса. Думаю, тоже тебе найду. Продавать больше тебе нечего. Но хотя можно... Ну, нет. Тут нечего у тебя продавать и покупать. У тебя даже нет реферсивера нужного мне. Поэтому... Хотя... Нет. Тебя вообще не... ПБС у меня все это имеется. Патрошки, кстати, у него есть. Но я патроны буду выменивать, скорее всего, за водку. Мне, если честно, не очень это интересно. Так, кстати, по поводу справочника. Ну-ка, бармен. Владелец бара Сторинген. На заводе Росток. Благодаря расположению Ростка в центре наиболее оживленных частей зоны является очень важным торговцем. Он буквально спасательный круг для сталкеров, возвращающихся из вылазок или еще только готовящихся в поход. Помимо управления баром, сдает еще и в аренду номера. А также снабжает сталкеров снаряжением и работой. И выплачивает награды. Уважаем многими сталкерами, поскольку является одним из инициаторов открытия пути в центр зоны. Вот так можно про всех информацию почитать, на самом деле. Ну вот, не знаю, стоит ли мне этим заниматься или нет, можете в комменты написать. В принципе, так, что я хотел? Я хотел взять с собой побольше бутылок водки. Это раз. И вот эти вот штуки, я думаю, надо выкладывать, потому что, возможно, в будущем нам они очень сильно пригодятся. Часть мутантов давайте сложим и возьмем побольше водочки. Даже вот лишнюю взяли. Вот так, думаю, мне хватит, чтобы не было еще лишнего перегруза у нас. Сколько там? 6 бутылок? Ну да, на патроны будем выменивать тогда вот эти для этого оружия. Почему бы нет? У нас еще озаряжен? Нет, этот ствол, погоди. Ну-ка. Да, отлично, полный магазин. Так, торговля, а тебе быстренько сдам вот эту вот штуку. Конечно, можно еще что-нибудь для костюма взять, но у меня денег не так много. Сколько там? 14 тысяч? Да, лучше подкопить и купить что-то более стоящее. Может быть, какой-нибудь ствол. Почему нет? Так, вот эти вот тайники не помню, обыскивал я или нет. Да, вроде как я что-то все обыскивал. Пошли сейчас еще заглянем к Петренко. Возможно, у меня будет прицел для моей вот этой Велуины. Ну, как бы... Ну, для Калаша, думаю, есть смысл купить что-нибудь. Хотя, буквально по обоиму еще. Потому как у меня совсем нету. Кстати, по поводу навыков. Давайте проверим. Ой. Не то нажал. Бывает. Навыки, выносы скачаются, отличное выживание, маратерство, сила. Ну, все. Что-то качается. Потихоньку скоро выносливость у нас повысится, по идее. Скорость бега увеличится. Это важно. Это прям важно. Так, здорово. У тебя по поводу работы я спрашиваю уже. Ничего мне особо не интересно. Хотя, почему? Появился Гвезд с бандитами связанным. Мне нужен, во-первых, дозиметр. Если у тебя такой имеется, это хорошо. Дозиметр я покупаю. Это 100%. Так дальше. У тебя есть ли какой-нибудь прицел к этой Волыне? Странно, но нет. Я вообще никакой прицел не вижу. Вообще ни одного. Ну и давайте вот такие потрошки еще буквально чуть-чуть купим. Думаю, что не было бы лишним это. Так, дозиметр работает. Дозиметр работает. Да, все. Можно его, в принципе, в слот не вешать. Ну, а теперь я отправляюсь на дикую территорию. Надеюсь, что там меня... О, нифига. Дозиметр используют для измерения ионизирующего радиоактивного излучения. Ну, ладно. Это уже читать описание прибора я не буду. В принципе, смысл нам понятен. Зачем он нужен, тоже понятен. Это уже больше для новичков, кто только-только заходит играть в аномалию. Кстати, по поводу артефактов. Да, надо отыгрывать роль РП. Но вот эту аномалию я очень сильно ненавижу. И, наверное, и артефактов тут нет. Потому что находятся на территории бара. И моментально просто артефакты оттуда берут. Есть такое подозрение. Поэтому лишний раз туда лезть я не хочу. Ну, а теперь я иду на дикую территорию. Уже в очередной раз повторюсь. Может быть, после нее пойду на свалку. Хотя, маловероятно. Посмотрим. Кстати, по поводу квестов. У вас тоже, вроде, квестики должны какие-то иметься. Так, работаем. Кладбище техники. Кстати, кладбище техники, может быть. Но там надо с рефресивером идти. Мне что-то так не хочется с рефресивером. Армейские склады освобождения. Нет, не хочу я освобожать никого. Меня бы кто освободил. Так, хвостки, киморы. Понятно. Ну, ничего особо прям сверхинтересного у них нет. Как видим. Так, давай-ка палочку используем. Ух, твою мать. Сколько тут собак. Ты посмотри. Это вы их всех завалили? Или зачем? Что они вам сделали? Ну, ладно. Господи, это так смотрится издалека. Ты посмотри. Очень крипово. Ну, ладно. Я понял, что это сталкер. Мне показалось, что какие-то полтергейстеры так летят. Нафига себе. Нет, ну это очень стрёмно смотрелось издалека. Ладно, бывает. Так. О, твою мать. Ещё что-то нашли. Ну, я, правда, перегруз уже и так подмучивать слегка. Блин. Я даже не знаю. Чё с палочкой опять произошло? Ну-ка, свети нормально. Во, вот так вот. Пойти продать, что ли? Два килограмма целых весит. Так, а тут... О, ну всё. Сейчас, походу, вернусь продавать всё это дело, потому что спецно собирал в очередной раз всякого. Можешь сталкерам продать, кстати, что-нибудь. Ну, да, всякие банки, склянки. Условно, вот эту штуку надо продать. МРГ, вот опять же, сухпай. Но оно очень сильно бафает по... Кстати, по еде. У нас с едой это проблемки небольшие. Мы кушать хотим. Давай быстренько тунца съедим. Ну, и кому-нибудь из вас что-нибудь тут продадим. Вот эти патроны, условно, мне не нужны будут. 100%. Дробь, думаю, есть смысл выложить. Капец, ещё и дробь нашёл. С ума сойти. Так, столовые приборы. Ну, возьми. Немного разгрузились. Это уже плюс. Да и надо сейчас всё-таки выкладывать вот эти вот все штуки, продавать. Ну, да, оружейные инструменты, они очень хорошо стоят. Их лучше, наверное, продавать. И к тому же, очень часто они дропают за стаников. Но это, опять же, пока мы только начали. Игра нам даёт очень много. Может быть, в будущем мы хер будем находить такие штуки. Так, торговля. Всё, отлично. Плюс 5000 с ничего. Ну, и дробь давайте-ка быстренько выложим. Еды у нас дофига, кстати. На туре еды много. Килограмм в сумме. Ну, ладно, еды много не бывает. Если что, продавать, можешь её выложить, кстати. Как вариант. Давай-ка реальное мырье выложим. Кстати, вот у меня вот 5 банок в тушёнке. Это и хватит, я думаю, на ближайшее будущее. Ну что, пошли теперь на дикую. Какая же дикая территория красивая. Всё, посмотри на неё. Туманно. Этот туман вызывает у меня чувство мягкой, скажем, небезопасности. Потому что хрен его знает, кто тут может вообще находиться и быть. Так, тут пусто. Детаники тоже оказались пусты, к сожалению, увы. Но, слушай, это смотрится всё, конечно, очень симпатично. А если какую-нибудь синюю палочку взять, мне кажется, это прям вообще будет бомбезно. Как будто ДТР какой-то, да, посещаю? Ну ладно. Ну или жёлтая. Ну жёлтая она как-то не вписывается в местный колорит, я считаю. Хорошо. Кто-то у нас тут есть? Надеюсь, что это либо долговцы, либо наёмники. Потому что эти теми нейтральны. Мне единственные враги так это бандиты и монолит, покажется. И, кстати... Чего, меня засасывает, что ли? Нет, ну я в эту аномалию никогда не попадался. Нормально, кстати, эту штучку можно сейчас будет разобрать. Ну-ка, интересно. На текстиль, потому что помощью текстиля ты сможешь спокойно... Опачки. Опачки. Видели, кто там идёт сейчас? Это кто такие? Кто такие? Зомби? Да ну. Но они как-то очень странно двигаются. Давайте проверим калашника, как он стреляет. Стоп, ты, тварь! Пап! Ха-ха-ха! Ну что ты теперь там сделаешь? Понятно. Вот тебе дикая территория. Стоп, ты, тварь! Не, на самом деле... Так, понятно. У меня все магазины... Вот, их извлечём. И все зарядим до конца. Нет, это было довольно-таки опасно слушать зомби. А что? Ты что, забыли-то, господи? Так, заряжай ещё вот этот магазин. И вот сюда. Этот, этот, пожалуйста, в разгрузку. Всё. Перегруппировались. Так, что у вас тут было? Монетки. Ну, деньги хорошо, ладно. Деньги нам нужны. Ух, твою... Магазы левые. Ну, в смысле, что можем их тоже загнать, неплохо загнать. Так, у тебя вообще калашников был, кстати. Тоже извлекаем магазин. Тут все патроны очень плохие, поэтому нет смысла особо заострять на это внимание. Так, магазы мы забираем, потому что магазины полезная вещь, которая очень дорого стоить может. Так, у тебя что? О, находим штуки, с помощью которых можем починить наше снаряжение, кстати. Ну, нет, ладно, не сейчас. Мы этим будем заниматься. Здорово. С одной пули убили, кстати. Нормально. Так, а ствол твой где? Вот этот ПМ обычный. Ну, ладно, ПМ так ПМ. Можем, кстати, эти ПМы тоже разбирать на запчасти. Ну, ладно. Веса просто, видишь, тоже не так много. У нас ещё впереди дофига тайников. Поэтому лишний раз я не хочу тратить на это время. Так, а тут что у нас будет? Показывай. Тайник. И отлично. Ничего не нашли. Угу. Класс вообще. Тут много тайников, если что. Думаю, что где-нибудь нам что-то интересное дротнется. А вообще было бы идеально, если бы для грубой дротнулись, или набор для остальных медикаментов. Ой-бой. Класс. От души. Опачки. Там кто-то по аномальным флексит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, я понял. Давай отойдём. Мне бы, видите, полторы гейста. А почему так? Он тут не один, что ли? С ума сойти. А что такая дикая территория? Твою мать. Ой, у нас пси-здоровье тратится, что ли? Да ну. Твою мать. Что происходит-то здесь? Всё, она перестала тратиться. Но это что-то очень страшное, мне кажется. Нет? Так, попей воды. Попей воды на всякий случай, чтобы быстрее остановиться. Чтобы, может быть, наше пси-здоровье прошло в норму. Какого хера? Как опасно-то на этой дикой. Или это контролёр был? Да нет, вроде либюрер какой-нибудь. Но эффект это точно от полторы гейста. Но почему он такой жёсткий-то, этот эффект? От одного странного полторы гейста. С ума сойти. Блин. И как мне быть? Чё мне делать? У меня очень немедленно остановится тастамина. Но у меня, конечно, есть вот такая вот штука. Но это снотворное. Хм. Ну давай. Ладно, хер с ним. Я с чего энергетика имею? Конечно, энергетика с снотворным я не рекомендую использовать. Ну, дровье наше пополнилось, вроде как головы. О, провально в мире животных, спасибо. Так, энергетик, давай. Чё тебе делать? Я боюсь идти. Он забирает пси-здоровье тут просто огромную дюжину. Поэтому страшно. Так, а то что? Ну, он, походу, сидит в этом. В помещении. Есть такое ощущение. Ну, давай попробуем ещё раз тогда как-то его расхерачить. О, конечно. Загрился, что ли, на меня получается? Ну, он не двигается, нифига. Чё мне делать-то с ним? Видел бы я его хотя бы ещё. Был бы вообще неплохо. Ну, давай рискнём. В принципе, я думаю, что один выстрел по нему, и он готов будет. Но, тем не менее, это очень запасно. Да, да, да. Загрелась, бедная. Пока только эффект начинается от него. Ты там, нет? Нет. Но он очень близок. Где Полтер? Покажите мне его. Я вообще не вижу Полтергейст здесь. Да я бегу. Твою мать. А, долговцы, привет. Я вопрос взял, пробежал, короче. Я понял. Что это было? О, отойди оттуда. Хорошо, отошёл, нашёл Фэнку. Ни хрена себе. Мне стало полегче. Но, блин. Как пройти этого Полтергейста, я вообще ничего не вижу. Он, походу, там не один. Потому что от одного такого эффекта не может быть. Мда. С ума сойти, конечно. Но нашли Фэн, кстати. Может быть, нормальная Боуина. Как она хоть выглядит, давайте посмотрим. Ну, не знаю, какая-то, какой-то прицел у неё маленькая. Мне не нравится прицел. Если честно, ну ладно. А там ещё противогаз был, где психозащита хотя бы какая-то имеется. Но мы не умерли ещё, возможно, из-за того, что мы съели снотворное. У нас хорошее психоздоровье. Да, дикая территория по-настоящему дикая, как оказалось. И идти сюда лишний раз вообще не хочется. Кстати, о чём у меня из-за разгрузки всё вылетает вечно, я не понимаю. Но, ну, заряжен же, по идее. Да, полный магазин, отлично. Кстати, вот эта вот штука идёт на разбор у нас. Мне она не нужна просто. Так, а тут что? Ничего. Классно. Так, ну, в любом случае, надо сейчас тогда починить наш костюм. Давайте это и сделаем. Как этого полторга убивать, я вообще, честно говоря, понятия не имею. Мне сейчас точно повезло, что там. Опачки, неизвестный наёмник. Здорово. Ага, у него. Ну, на, возьми вот эти всякие. Слушай, вот это, вот это. У тебя сто... Всё, деньги у тебя имеются. На тебе магаз ещё поскидывать. Да, благо, что деньги есть, мужик. Реально, от души. Так, где ещё один твой друг? Э, может, двое было ли у меня в кузах двоилось? Чё? Ладно, неважно. Так, отлично. У нас навыки потихонечку уже повышаются. Вот, у нас, собственно, наша пошла вверх. Это хорошо. Но, опять же, это поможет нам в будущем, очевидно. С ума сойти. Долбанный полтергейст. Мда. Так, аномалия, исходящаяся сумрак. Мне бы всё-таки по-хорошему и артефакты поискать. Но они не дают никакие заказы на артефакты. Они есть, но не в маленьком количестве. Где мне условно ломать мясо искать, я не знаю. Поэтому это довольно-таки такая большая проблема. Ну, не проблема даже, но мы поняли. А вот эфэ надо ставить. Мне сейчас подсказывают, что всё-таки ствол более-менее рабочий. Так, ну твою мать, опять у меня перегруз. А вот с перегрузом ходить я не хочу. Ой-ёй-ёй. Так, тут радиация, во-первых. Но оно тут есть, но мне как-то пофиг. Мда. Китики валяются, химисяки. Мутенты, не мутенты. Химоры. Понятно. Так, давай. Благо много кофейного у меня имеется. А он не сильно что-то таз, мне кажется. У меня я свёрну красный перегруз уже. Ну да. Надо что-то скидывать, очевидно. Ну геймплей редукса такой будет, да. Потому что поначалу так точно. Ты будешь ползти. Проклинать всё вот это вот добро. Ну не знаю, фэн. Ну а выкинем фэн, ладно. Хорошо, но слишком убитая. Вычиним этих меня нет желания никакого её. Но по-прежнему перегруз очень большой. Как бы легче-то особо не стало. Так, хорошо, ладно. Тут вроде мутантов нет. Тут они были. Но с ними успешно справились. Будем аккуратненько тут искать артефакты. Опачки. Аномалия жарко. И обновлено. Какой-то квест обновлён. Так, патроны. Покрывало, кстати, или что это такое. Можно плейбой разобрать? Кстати, о! Плейбой можно разобрать. На что, мне интересно? Листы бумаги. Угу. Ну, видимо, при ремонте как-то используется, да? Да, при ремонте 1% даётся. Понятно. Так, а что ещё можем разобрать? Интересно, можно ли вот эту штуку разобрать ещё, допустим? Вот эту. А вот эту. А эту можем, кстати, такое. Чё, часть экипировки? Какая нахрен часть экипировки? Может быть, использована наверстка техника для замены? Походу, я сряд и сделал. Взял, разобрал что-то. Ну ладно. Так, ещё водка. А костюм можно разобрать? Подожди. Чисто интересно. Можно. На тряпки, да? Разберяем костюм сейчас. Это хорошо. Так, армированные слои. Отлично. Пригодится. Правда, перегруз у меня опять имеется. Что, может, сумасшедший какой-то. Ой. А тут вообще кто-нибудь есть? Да, походу, с этим манючим полторгаем сражаются челики. Местные долговцы. Есть такое ощущение. Надо дать. Пытаемся что-нибудь найти. Какой-нибудь артефакт полезный. Или хотя бы не очень. Так, аномалия электро. Понятно. Потихоньку мы узнаем, что это за аномалия. Ну мы знаем, да, уже. Но перегруз. Ну типа, если я попаду сейчас в электро, мне капец. Это очевидно. Поэтому, может быть, лезть лишний раз не будем. По крайней мере пока. Потому что хрен его знает. Да господи. Что ж такой перегруз-то жёсткий. Зато у нас опять же ищем везде плюс. У нас зато сила сейчас качается очень сильно. Да, сила качается очень сильно. Вы поняли. Давайте вырубим. Там наёмники были. Я бы с наёмником сдал бы магазины, условно. Всякие бумажки. Вот эти вот сапоги. Килограмм кожаной ботинки. Да, выкинем кожаной ботинки. Потому что килограмм это очень много. А новоносцы это очень сильно давит. О, бидон. Уроним бидон, пожалуй. Чтобы всё пошло не по плану. Плюс в комменты слепонил отсылку. Ой, господи. Я же забыл, что я тебя встретил уже. О, хотя не обускали, кстати. Почему? У меня часть всего мутантов пригорётся. Но, к сожалению, ничего нет. Кикимора, ну-ка. Там всё равно ДХМ. Можно, в принципе, про неё что-нибудь прочитать. Кикимора представляет собой достаточно крупного и ловкого мутанта. С не менее впечатляющей силой. Ну да. Но она валится очень легко, по-моему. Так что мутант несложный. В всяком случае, убить его не особо проблема. Так, мне нужно какой-нибудь непить. Вон, видишь, наёмника. Но, опять же, скорее всего, это тот наёмник, которому я уже всё продал. У него ничего нет. Поэтому надо какого-нибудь другого непися найти. Тут же их двое было. Почему? Почему я одного только встретил? Мне кажется, странно, нет? А то будет обидно сейчас. Я ползу. Просто так. А, оказывается, я ему уже что-то давал. Что-то продавал. Ой, кикимора слышу, кстати, в очередной раз. Жек, охер у меня. Так, погода туманная. Вы чувствуете лёгкий бриз. Спасибо за информацию. Только зачем мне эта информация? Тебе я продавал, да, уже всё? Да, у него 18 рублей. И, конечно, можно у него взять этот ствол как-нибудь выторг... А, во, ещё челикс. Ну всё. Орайд. 6000. Ну всё, мужик. Сейчас я тебе всё это и продам. Мне это таскать я заколебался уже, если честно. Можно, конечно, один магаз был оставить ещё себе, но ладно. Хер бы с ним. Так, спички. Возьми. У меня водки много, да? Ну, вот эта штука тоже отдадим. 300 рублей, серьёзно? Всё так мало. Ну, водку? Ну, на водку можно вообще дофига чего выменять. Ну, давай для просто... Чтоб веса не было лишнего. Вот так вот сделаем. Одну бутылочку продадим. Пьём тогда энергетик. Где энергетик? Энергетик. Водки так много в тайниках, поэтому особо жаловаться на неё отсутствие нет смысла. Потому что отсутствия никакого нет. А вот тут тайник ещё, помню, был. Давайте сейчас также его зачекаем. Может быть, что-нибудь мы и найдём. Прикинь, опять водку найдём. Ну, нет, это на самом деле было бы неплохо, если хотя бы что-то бы нашли. А, обыскай тайник. И что? И почему не обыскивается? Странно. А, ну потому что, видимо, у меня всё залагало почему-то. Я даже сохраниться ничего не могу сделать. А как так? Да. Бред.